Тысячи туляков сегодня снова встали в строй бессмертного полка. В их руках портреты дедов и прадедов тех, кто не жалея себя стоял на защите Родины. Герои живы, пока о них жива память. И сегодня потомки доказывают, ни один советский солдат не забыт. Великая Отечественная война затронула почти каждую советскую семью. На фронт ушли полмиллиона туляков. Больше трети не вернулось с полевое. У Валентины Киреевой на Ване погиб отец. Ей было 8 месяцев. Живым она его так и не увидела. Но в бессмертном полку в День Победы идет с его портретом. Я всю дорогу плачу. Гордость, гордость. За все это, гордость. День Победы – главный праздник для семьи Валентины Селиной. В бессмертный полк она встает не в первый раз. Но сегодня для нее двойное событие. Накануне тулячка нашла захоронение своего деда Петра Трифилова. Он ушел на фронт в 41-м. Ему было 36. Дома остались трое малолетних детей, в том числе и мама Валентины. Спустя почти год в семье пришло известие. Рядовой Трифилов погиб где-то в Ленинградской области. Нашла своего деда. Через 75 лет нашла его могилу. Никогда не сдавайтесь. Русские не должны сдаваться. Подобные истории есть практически в каждой семье. И сегодня тулики идут в бессмертном полку, чтобы еще раз сказать спасибо за мир. Это мой отец Кобяков Виктор Семенович. Артиллеристом служил. Взял, Кенигсберг брал. А сейчас я старше его дочи, но с его портретом в память о нем. Мама работала в госпитале и в Сталинграде на мамайм-кургане рыла днем окопы. Нас побивал мой прадедушка Голицын Анатолий Васильевич. Он герой Советского Союза. Прошел всю войну. Мой погиб на фронте, без вести пропал. Мы должны передавать память о этом трагическом событии своим поколениям. Это они, молодые и юные, должны помнить, какой ценой досталась та победа в далеком 1945-м, чтобы не дать переписать историю. В портрете изображен мой прадедушка по маминой линии. Это Давыдов Александр Георгиевич. Он воевал на фронте. Получил... Ура! Ура! Ранение в ногу. Встретил победу в поезде, который вез его в госпиталь. Это мой дедушка, малярентка Иван Михайлович. Он участвовал на параде победы 1945-го года. Колонна бессмертного полка по Туле проходит в пятый раз. Сегодня в нее встали 80 тысяч человек. В целом по области с портретами своих родственников прошли более 132 тысяч жителей. К акции присоединились кадеты, суворовцы. Алексей Дюмин в бессмертном полку шел с портретом своего деда Ивана Богатырева. Тот воевал с августа 1941 года в звании старшего лейтенанта. В октябре 1941-го в оборонительном бою под Смоленском был тяжело ранен, контужен. Награжден медалью за победу над Германией, орденом Красная Звезда, орденом Отечественной войны второй степени. Сегодня как никогда мы вспоминаем наших ветеранов, вспоминаем тех людей, которые сделали все, чтобы мы жили в мирное время, в свободной стране. Сегодня мы скорбим по тем, кто не вернулся с той войны, кто не дожил до этого дня. И наш с вами священный долг, чтобы они навсегда остались в нашей памяти, в наших сердцах. Бессмертный полк по традиции завершил свое шествие в Центральном парке. В этом году здесь установили одноименный монумент. На гранитном полотнище Победы запечатлены фотографии более трех с половиной тысяч туляков, чтобы лица героев можно было видеть круглый год. Надежда Милехина, Роман Тюкин, Первый Тульский.